Сегодня у нас прекрасная тема, которая называется «Доступная свобода». В принципе, люди на психоанализе приходят со свободой от того, что не позволяет им быть с такими-то принятиями. И я часто очень встречала, что люди, находясь в каких-то жизненных обстоятельствах, чувствуют себя очень несвободными. Они чувствуют себя в плену, кто в плену у объектов, кто, я имею в виду, у значимых каких-то людей. То есть они чувствуют, что они очень зависимы и ничего не могут сделать. Кто-то чувствует себя в плену обстоятельств, на которые он не может влиять. Кто-то еще чувствует какие-то ограничения. Но на самом деле это все внутри нас, как и все проблемы, которые есть. И те люди, которые начинают понимать, что все зависит от внутреннего состояния, они уже как минимум наполовину свободнее, чем те, которые ищут причины во многих. Мы идем по определенным ступеням в развитии. И первоначально мы очень физиологичны. То есть мы во время зачатия, это только физиология. Физиология, которая выстраивается, клеточки размножаются, у нас образуются какие-то органы и так далее. И первоначально все наши потребности очень физиологичны. И физический интеллект, он с нами будет всегда, это наше тело. Это наше, скажем так, какая-то, ну не то чтобы животная часть, но физиологически-анатомическая часть. Побышься ли он? Ты сейчас, что ничего не слышал? Можно. Я не буду сейчас отвлекаться. Да, это не сумка. Потом у нас появляется эмоциональный интеллект. Эмоциональный интеллект у нас появляется в 3 месяца, когда ребенок начинает эмоционально реагировать на маму и у него уже появляются какие-то эмоции. То есть он называется социальным эмоцией, когда он реагирует на мать каким-то образом. И вместе с эмоциональным интеллектом уже появляются какие-то зачатки мышления, скажем так. И к шести годам уже это мышление должно более-менее сформироваться. И мы идём по вот этим этапам развития. Это физиологическая наша часть, эмоциональная, и потом ментальная часть. Если мы не обуздаем нашу физиологичность и нашу эмоциональность, то выйти в мышление нам невозможно. Помните, когда мы с вами разбирали страхи, там был тотальный страх, когда ощущение, что меня сейчас не будет, аннигиляция страха называется. Страх не быть. Помните про этот страх? Не быть. А потом у нас идёт маниакальный страх, это когда идёт затопление эмоциями, когда такое ощущение, что волна, кто в море купался, когда волна накрыла и как-то поволокла. Вот так вот эмоциями назвала. И потом страх вот этих вот паранояльных, паранояльных идей, мысли, которые сводят нас с ума. И вот эти вот мысли, которые сводят нас с ума, они образуют вокруг нас как клетку. Знаете, вот, по-моему, в Японии выращивают фрукты разные конфигурации геометрические, там квадратные арбузы, да? Вот паранояльные идей, они создают вот такую вот сетку вокруг нас, которая не позволяет нашей личности развиваться. Мы находимся в плену, вот в этой клетке. И клетка эта состоит из наших паранояльных идей, наших представлений о том, что это такое, как это правильно и так далее, и так далее. И эту клетку демонтировать непросто, потому что там все звенья взаимосвязаны, паранояльные идеи, а одна тянет в другую. И когда вот общаешься на сеансе, то, задавая вопросы, можно увидеть эту структуру во всей ее красе. И эти паранояльные идеи, они всегда очень короткие, в них нету продолжительности. То есть ты начинаешь спрашивать, а почему это так, почему этот человек сам видит, как он упирается в определенную стену. То есть он говорит, я не знаю почему. Ну так принято, так сложилось, так надо, так правильно, так хорошо. Таковы законы Вселенной, моя любимая фраза. Всю, жду эту книгу, может быть, кто-то принесет наконец-то. Потому что вообще много людей ссылается на этот источник. И паранояльные идеи, они нам перекрывают вот этот вот кислород. И то, как мы придумали когда-то в детстве, вот эти вот инфантильные способы мы волочим за собой. И мы не можем удовлетворить наши взрослые потребности. И, например, потребность в отношении, которая у нас у всех есть, она достаточно плохо подлежит изменению, скажем так, после сорока лет. Вот женщинам, например, очень сложно после сорока, они быстрее махнут рукой и скажут, дай мне судьбу. Потому что гормональный уровень дорогой. Если гормоны нас толкают в отношения, и мы не можем без этих отношений секс тому в помощь, но секс, как-то сексуальную потребность надо удовлетворять, а для этого приходится уже как-то объектное отношение выстраивать, иначе не получится. Люди лечат объектное отношение для того, чтобы иметь семью и так далее. Что мешает нам жить нашу жизнь? Вот эти вот патологические структуры, симптомы, которые когда-то были адаптационными механизмами. Надо понимать, что все вот эти наши паранояльные установки о том, как жить эту жизнь, они не просто так. Они когда-то выполняли очень важную функцию в нашей личности. Они помогали нам справиться с теми обстоятельствами, в которыми мы оказались. Вот эти вот адаптации нам помогли когда-то удовлетворить наши потребности, всех обстоятельствах. И мы уже из этих обстоятельств ушли, но мы не замечаем, что мы пользуемся теми же инструментами, теми же способами, которые у нас были на каких-то очень ранних этапах нашего развития. Что мешает нам жить нашу жизнь? Неузнавание наших потребностей. Если задать человеку, каковы его потребности, поэкспериментируйте как-нибудь. Задайте кому-нибудь этот вопрос. Каковы ваши потребности? И очень часто этот вопрос повергает в шок людей. Они не могут вообще это сформулировать. Одна девушка, когда я задала вопрос, ну какие же все-таки твои потребности, она впала в ступор. Сидела очень долго молча. Потом мне говорит, а почему они могли ничего сказать? То есть люди, они даже не обращают внимания на то, что они как-то живут, что-то делают, почему-то, почему редко задаются себе вопросы. И проблема в том, что если у нас нет понимания, каковы наши потребности, у нас нет понимания, кто мы. Потому что именно потребности формируют нашу личность, нашу идентичность. Если нет опоры на себя, если нет узнавания своих потребностей, то человек становится как неуправляемый кораблик, которого течение, как бумажный кораблик, которого течение куда-то несет. Потому что именно наши потребности, они формируют наши цели. И цели формируют вектор развития, направление, куда мы идем. Ну вот я хочу вот это, я для этого должна что-то сделать. И когда этого вектора нет, то помимо того, что мы подвержены очень сильному влиянию извне, помимо этого у нас еще нет энергии. Потому что не наши потребности, это будет все через силу. Это будет все из-под палки. И такого понятия, как лень, в психике нет. Лень — это подавленная активность. Это почему-то наша психика решила подавить активность, которую мы себе причиняем вред. То есть мы не можем жить так, как нам хочется. И психика начинает вырубать вообще всю активность. Я неоднократно работала с людьми в очень глубокой депрессии. Были случаи, когда люди даже говорить не могли. То есть достаточно общительные люди, они не могли даже разговаривать. Они медленно, долго думая, выдавали одно или два слова, потом опять думали, опять говорили. То есть подавляется все. И самая крайняя точка глубокой депрессии — это кататония. Человек может впасть в кататонию. То есть когда он лежит, все органы работают, все работает, и человек ничего не хочет. Даже не хочет потом дышать. И одним тоже из крайностей вот есть кататония, когда человек останавливается, то есть он замирает. Это мы с вами когда страх проходили, помните, замирание полное. Есть люди, которые дерутся, агрессивно они находят какой-то объект, с которым они будут воевать. Без разницы, кто они пойдут в какое-то политическое движение или еще куда-то. И может быть еще мазохистическое убегание, отмена своих потребностей ради объекта. Тогда в конце концов будет суете, потому что все наши удовлетворенные потребности, они становятся болью в какой-то момент. Человек может терпеть до какого-то определенного момента, а в какой-то момент происходит... Терпеть невозможно. Становится больно от того, что потребности удовлетворяются. И тогда в суете. Отсутствие навыков удовлетворения потребностей. Мама помогает ребенку узнавать эти потребности, но помимо узнавания нам еще надо знать, как их удовлетворить. Очень многие люди не могут, например, выстроить общение с другими объектами, потому что они не знают как, у них нет этого навыка. И вместо нормальных, адекватных навыков удовлетворения своих потребностей лежит что-то другое. Какие-то симптомы, какие-то способы, которыми люди, как они думают, могут эту потребность удовлетворить. И что удивительно, люди, пользуясь этими способами, не получают то, что им надо, но способы не пересматривают. То есть, если я хочу завести отношения, но у меня отношения не получаются, то, наверное, что-то я делаю не так, да? Или я все время ругаюсь со всеми людьми, ну, наверное, я что-то делаю не так, наверное, мне надо что-то пересмотреть. Но то, что я сейчас говорю, кажется простым. И кажется простым, и мы можем давать много советов вообще, как это делать, со стороны видно. Но мы абсолютно слепы по отношению к себе. И мы этого не видим. У нас находится это в слепом пикне, в периферии. Потому что, помимо того, что мы не узнали своих потребностей и не могли их удовлетворить, нам еще надо было придумать легенду. Знаете, как разведчика. разведчики придумывают легенду, когда вот в тылу врага. Но точно так же у каждого из нас есть легенда. Если мы не понимаем, какие мы, то у нас есть какое-то придуманное представление о себе. Как формируется это представление, вы тоже знаете, помните, прекрасные глаза матери. Да? Помните этот термин? Помните? Кто-то кивает даже. Это хорошо. И эти, вот эти глаза, в которых отражается ребенок, они и где-то у меня была интересная картинка про глаза матери, они формируют представление. И вот так вот тигренок всю жизнь думает, что он котенок. Да? Когда нету потребностей, непонятно кто, и тогда ошибочное представление о себе. Вот эти вот вроде бы три таких небольших пункта, они полностью нам мешают жить. Вот я обещала на картинке обращать внимание, надеюсь, мы сегодня успеем посмотреть. Вот здесь вот картинка, которая на экране, которая сложена из геометрических угол. Видите, здесь даже человек как будто разложен на части. Вот там где-то его руки, где-то ноги, и всё в геометрических фигурах. Вот это объект, который целиком не сформировался, нету целостного представления об объекте. Сейчас мы пойдём дальше. Я объясню, что такое нецелостное представление об объекте. Есть патологические, какие основные патологические структуры в психике. Первое это ложное я. Ложное это то, про что я вам говорила ранее, представление о себе, о том, какое я, какая я. Представление о себе. Потом у нас есть ещё ложное эго. Ложное эго это наши патологические способы, с помощью которых мы удовлетворяем свои потребности. Это может быть удивительно. Например, потребность спасать мир. Вот такая потребность может быть для человека. И когда ты начинаешь её разбирать, то выясняется, что как бы не очень это человек, это личная потребность. Потому что когда-то этому ребёнку пришлось жертвовать собой, и ему надо было это как-то объяснить себе. И тогда он себе придумал, что он такой спаситель, который пришёл в этот мир для того, чтобы спасти всех людей. И если у него забрать вот эту вот установку, то он поймёт, что родители с ним обращались недолжным образом, что он что-то недополучал. И тогда ему придётся узнать, не узнать. Был интересный момент на сессии, он в тему будет. У одной девушки мать очень сильно пьёт алкоголичка. И она уверена была, что её мама больная, больна, она больна, она не может выкарабкаться из этого всего, она её обязана спасти, и так как она больна, она должна её содержать. И ей её до слёз жалко. и она сейчас обязана вот этого инвалида тянуть. Тянет она этого инвалида, давай деньги на алкоголь, потому что маме выше ничего не надо. И когда мы начали разбираться, что будет, если тебе перестанет быть жалко маму, она говорит, тогда я её возненавижу. То есть все вот эти вот патологические установки, они для чего-то нужны. И в психике они были созданы не просто так. У них у всех, как я называю, большой крокодильный хвост за ними тянется. Потому что когда ты начинаешь раскрывать это всё, ты понимаешь, что эта установка она играла какую-то очень-очень важную роль в жизни этого человека. И она когда-то ребёнку помогла выжить, потому что ребёнок он не может ненавидеть своих родителей. Он от них полностью зависит. Если он будет ненавидеть, его жизнь превратится в ад. Вот я думаю, что вы знаете случаи жизни, когда был подростковый бунт, и дети «всё, я тебя ненавижу», и так далее, и так далее, и это вечная война, громадное противостояние. И маленький ребёнок это не может выделить. Если ещё постарше подросток, который может уйти куда-то, в крайнем случае сбежать из дома, то у него есть какой-то выход. А у маленького ребёнка этого выхода нет. И он должен себе придумать легенду, почему он здесь, какие его родители, какой он. И так люди уходят в воображаемый мир, где и чтобы уйти в этот воображаемый мир, надо перестать видеть реальность, какие-то факторы реальности. И удивительные вещи происходят. У меня, например, в кабинете, где я принимаю, стоит большое зеркало. И люди это зеркало видят не сразу. Они его видят кто-то через месяц, кто-то через год. зеркало появилось. И это очень грустно. Потому что когда человек начинает снимать очищать пространство, демонтировать то, что у него есть внутри, то вот одна, например, девочка говорит, негод разбеднелась. Разбеднелась. То есть реально стало совсем другое. Она говорит, мой муж стал вести себя по-другому. Я говорю, может быть, ты заметила какие-то вещи? То есть вообще реальность открывается совсем другому свете. Я как человек, который занимался много-много лет йогой, который шел к просветлению, вот это вот и есть просветление. Вот это просветление, когда действительно просветлела голова, и вот это громадное количество хлама, которое мы несем, перестало на нас давлеть, и мы начинаем видеть этот мир по-другому. Какие-то вопросы может быть есть? Но не через йогу, правда ведь? Через йогу не получилось. Не получилось, я потом ушла психоанализ, потому что я в йоге прошла все этапы. Тело и все, какие хочешь, асаны, пранаямы, медитации, и потом в глубоких медитациях я начала какие-то отблески ловить из-под сознания, и в йоге инструментов с ними справиться не было. Я тогда начала искать психологию, психоанализ, и вот туда пришла. Да, к сожалению, невозможно. Так, вот эта вот картинка, видите, здесь есть человек, какое-то громадное количество чего-то там у него внутри, каких-то других субличностей. Про субличности мы поговорим чуть дальше. Вот это наша прекрасная психика, вот так она просто выглядит. У нас есть прекрасный наш селф, наша душа, есть внутреннее эго, которое должно расшифровывать потребности нашей души, нашего селфа, и есть внешнее эго, которое выстраивает коммуникацию с внешним миром. Ну, вот нам что-то захотелось, мы эту потребность узнали, и у нас в нашем внешнем эго есть способ удовлетворения этой жизни. Все просто, да, казалось бы. Но не тут-то было. это тоже как лайт-версия. Вот эта вот душа, которая хочет быть реализованной, наши потребности, которые стучатся, и если мы их удовлетворяем, это становится более для нас, нас беспокоит. Есть два способа сделать во внешнем эго способ удовлетворения этих, узнать сначала, потом сделать удовлетворение этих потребностей, но есть еще один способ взять и выключить потребности. Вырубить нафиг, чтобы они не беспокоились. Тогда нету боль, надо переходить. Надо переходить, и тогда не будет хотя бы больно. Не будет счастлива, будет не своя жизнь, будет ощущение, что ты живешь и проживаешь не свою жизнь, но зато будет не так больно. И ребенок, у которого возможностей не так уж много, очень часто выбирает отменить свои потребности, перехотеть, хочется переключиться. И для того, чтобы эта прекрасная саху не вылазила, надо посадить его куда-то, в какой-то плен. Но вот это психоанализ называется шизойное убежище. это темница, в которой зевица томится, в котором томится наше сердце. внутреннее эго отделено от внешнего. Мы в клиническом психоанализе называем это банты. Вот этот зеленый круг темно-зеленый это подушечка между внешним это большой круг и внутренним это горечный круг. У нас появляется банда с участниками, с персонажами. Эти персонажи могут быть субличностями. Если они кормятся внешней реальностью, они могут вырасти в субличности. Вы наверное смотрели фильм Сплит. Кто насмотрел? Да, вы можете пересмотреть, если будет у вас желание. Теперь по-другому. Это же хороший документальный про Белемерикан. Документальный разговор около полчаса. Если можно ссылку посмотрю. А есть еще такой фильм Сабина про множественные личности. И вот эти личности, субличности, скажем так, они есть у каждого человека. И их не видеть помогает нам наш разбитый экран. Наш разбитый экран восприятия реальности. Потому что если вы будете более осознанными и внимательными, то вы увидите как люди меняются. Мы разговариваем с одним человеком, через минуту он другой, через две минуты третий и так далее. И сколько там этих прекрасных личностей, сколько в теремке живет народу, раскрывается иногда через годы анализа. Я думаю, вы понимаете, про что вы говорите. Когда человек улыбается, потом ты говоришь одну фразу, он меняется в лице, и перед тобой как будто уже кто-то другой. Да? Да. это узнаваемо. То есть вы не говорите это все ложь, нет никаких. Много там всего в этой прекрасной психике. И вот эти вот патологические установки, про которые мы с вами говорили ранее, они будут развиться в субличность. Вот если она подкрепляется постоянно, то оно становится очень большой частью психики. Меня попросили как-то описать это еще. Я говорю, есть такой фильм «Особенности национальной рыбалки». Смотрел кто? О, видите, хорошо. И там есть момент, когда плод надулся в сарайчике. И мужчина, который был, его прижало вот так вот к стене и вот он вот так вот встал. А потом когда он выходит, затек весь. Не помните? И вот человек в своей психике его истинная она вот так в сарайчике и стоит. А здесь вот в этом всем пространстве что-то происходит. если останется время, я вернусь и еще что-то расскажу. Хотелось бы дальше немного пойти. Причины формирования ложного я и ложного я уже озвучивала причины, но вот здесь они систематизированы. Нечуткость матери к потребностям ребенка. Почему мать может быть нечуткой к потребностям ребенка? Как вы думаете? Депрессия. Депрессия, да. Еще какие могут быть? Они узнаны с вами потребностями может произойти параллель с потребностями ребенка. Да. Многодетная семья. Многодетная и не до этого. Какие еще? Соматические недокумации. Нежеланный ребенок. Нежеланный ребенок, который ненавидит, муж ее бросил, она смотрит на него, постоянно для нее напоминание о том, как ее бросили. Да, абсолютно верно. То есть множество причин может быть. И не потому, что мама такая была плохая и ей самой не повезло. Потому, что когда мне говорят вот это из-за мамы я говорю да, из-за бабушки а бабушки из-за прабабушки а прабабушки из-за прабабушки давайте подойдем к адаму и киеве и у людей и у меня наконец-то все претензии. Поэтому вычислять крайних вообще смысла нету. Надо разбираться со своими. И сын самосохранения желания выжить. Про то, что мы с вами говорили что все психики это не просто так. И знаете вот коучи говорят там давай соберись давай скажи ты можешь и этот человек на вот этом каком-то эйфории это может сказать но потом он вернется туда. Потому что если есть симптом то надо устранять его внутреннюю причину. Работать с тем что человека надрессировать как циркового медведя вести себя как-то это абсолютно бессмысленно. И пока мы не вычислим истинную причину внутреннего конфликта внешние конфликты никуда не уйдут. Человек может зажав зубы терпя вести себя как-то правильно но потом это будет вспышка потому что любое терпение оно создает напряжение. По-моему я приводила этот пример поршень да человек терпит 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 и потом наступает такой момент когда уже некуда отступать и тогда происходит взрыв помните рисунок был на первой лекции где вот этот помните поршень и когда много-много звездочек этому поршню некуда идти или глобализация когда у человека падает ручка а у него начинается истерика ну потому что уже там настолько человек переполнен настолько глобализация проблем что малейшая какая-то мелочь может мгновенно выйти из равновесия подстраивание ребенка под мать отмена своих потребностей ребенку здесь надо помнить о том что ребенок обязательно хочет выжить истинкт самосохранения у него есть в каждой его клеточке и люди которые например хотят покончить жизнь самоубийством они в последние минуты начинают бороться за свою жизнь они начинают тело срабатывать инстинкт самосохранения срабатывают и ребенок выживает и для того чтобы ему как-то выжить он может он придумывает себе все что угодно и если надо будет если надо будет отменить свои потребности он отменит потому что на кону его жизнь и это прекрасно конечно любовь чувства и так далее но для того чтобы не сойти с ума и оставить хотя бы какой-то участок не погруженный в боль страдания ребенок идеализирует своих родителей для того чтобы полюбить вот этих идеализированных родителей вот это биполярное эго полярность полярность восприятия себя и других у людей полярность восприятия реальности встречается очень часто это так называемая крайность или все или ничего или хороший или плохой вот это у нас все идет с очень древних времен вот на рисунке изображена полоса которая делит этот мир напополам хорошо или плохо белое или черное тема хорошей и плохой груди она очень часто муссируется в психоанализе и очень многие я замечала что говорят этот термин что он в себе несет не очень понимает хорошая груди это та которая кормит ребенка в настоящий момент вот если она кормит ребенка она хорошая она дает то что он хочет а плохая груди это той которой нету которая желанная которой хочется но ее сейчас нету и она становится плохой и мы гораздо чаще воспринимаем так людей чем бы нам хотелось вот пока человек нам нравится он хороший а потом он деньги одолжим не отдал уже сволочь последняя и нам очень сложно понять что тот человек которому мы одолжали деньги который нам не отдал деньги это один и тот же человек поменялось наше восприятие и наша способность идеализировать людей она очень велика вот то что мы с вами ранее говорили в самом начале что ребенок идеализирует своих родителей чтобы оставить хоть что-то светлое внутри себя и эта идеализация она идет вслед за ним всю жизнь и я думаю что вы все встречались с таким когда общаешься с человеком он такой прекрасный а потом тебе ощущение что обманули потому что оказывается он совсем не такой каким он себе выдавал в начале встречались с таким но это всего лишь наша идеализация наше нежелание видеть реальность тестировать реальность вот эти побитые файлы в нашей психике они нам не дают воспринимать какие-то черты у людей и я всегда говорю что если человек кажется родным близким как будто его знает что надо сразу сворачивать удочки и бежать подальше потому что это или мама или папа мы уже заточены под такой объект под объект с таким набором качеств и если человек кажется родным тут два варианта тут не ошибся или и если человек не может выбирать объекты опираясь на свои потребности а руководствуясь вот спасибо а руководствуясь вот рядом с ними вот что-то чувствовать или любовь принято называть все что угодно из зависимости привязанности и ненависть что только любовь называют это слово вмещено очень много вот наша вторая часть которая будет в начале сентября она будет как раз про отношения про любовь что это вообще такое на самом деле про любовь к себе про любовь к людям и так вернемся к идеализации наша прекрасная идеализация она всегда закончится обесцениванием если есть идеализация значит есть есть много боли и много обиды в отношении к этому ранее идеализированному объекту когда у нас есть возможность сложить личность реальную в восприятии то тогда идеализации нет тогда у нас есть возможность этого человека как это все мечтают чтобы меня принимали таким какой я есть да я не хочу меняться принимайте меня таким какой я есть и люди за это принятие их платят очень дорого они сначала портят отношения а потом их восстанавливают портят останавливают портят останавливают по другому не могут они так всю жизнь и вот эти вот хорошие плохие груди партнеры и друзья они будут человека преследовать пока он не научится видеть реальность он будет постоянно разочаровываться из-за разочарования он будет чувствовать боль и из-за боли он будет предпочитать вообще завязать с дружбой и с отношениями и со всем остальным и счастливо и прекрасно в одиночестве полном прожить эту жизнь а под это одиночество надо придумать какую-нибудь теорию например идти в монастырь я не могу в социуме строиться я в доме в монастырь или же придумать теорию мне и одному хорошо например люди говорят или же ничего в отношениях хорошего нету зачем мне это надо мне это напоминает все время анекдот знаете это когда жена съездила за границу еще в советское время и сходила на стриптиз и приехала и муж говорит что там у вас было она говорит вот ходила на стриптиз и как это вообще ужас кошмар она говорит ну так а что там делать ну там девушки музыку одежду снимают ну так покажи мне да ужас там смотри ну покажи и она значит как-то там снимая советскую юбку советское берег как-то это все показывает нужно действительно ужас какой И люди из-за того, что они не могут адекватно получить то, что они хотят, вот это наша прекрасная отмена потребностей. Помните, мы говорили про шизоидное убежище, а отменяйте потребности иначе, тогда больно не будет, не очень-то и надо было. Скажем себе, придумаем, что мы это не хотим и порешали все проблемы. Тогда и проблемы нет. Идеализация и обесценивание, они всегда очень имеют определенный вкус. Они всегда на уровне вот этой маниакальности, эйфории, тотальности. Ну, когда человек восхищенно говорит на каком-то, боже, он такой замечательный, вообще и это, и это, и это восхищение, оно очень хорошо видно в тоне. Далее человек говорит по-другому, он такой подонок, ужасный человек. Это всегда такие большие кирпичи, это всегда такое, знаете, глобальное такое, уых, он прекрасный человек, добрый самый, он такой замечательный и так далее, и так далее. То есть по тому, как человек описывает, ну, всегда понятно, он сейчас обесценивает или идеализирует. Это слышно и по тону голоса, и по словам, которые человек употребляет. То есть здесь какое-то тонкое место в психике, и то, что человек не видит в другом, то он перестал видеть глубоко в детстве, вот эти побитые файлы, то, что мне нельзя было видеть у моих родителей. Может быть какие-то вопросы, я достаточно какие-то такие сложные вещи. А может быть еще вопрос, вы говорите, идеализация и потом обесценивает. Обязательно они вместе идут? Обязательно. 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 А может быть такого, что реально оценивают? Реально оценивать, конечно, можно. А как мы это можем понять? Это когда вы… Оцениваем положительные и отрицательные? Ну, нету положительного и отрицательного реальности. Обязательно. Да, это субъективное и положительного и отрицательного нет. Есть факт наличия чего-то. Обязательно. Почему у нее может быть идеализация без обесценивания? Почему у нее обязательно нужно? Потому что будет разочарование потом. Идеализация может быть, если вы близко не общаетесь. Идеализировать можно Филиппа Киркорова. Но идеализировать… Почему мы не говорим? Это же слово вообще. Но идеализировать можно какого-нибудь человека, с которым вы близко не общаетесь. Но при близком контакте обязательно будет обесценивание, если есть идеализация. Просто ведь же не может поддерживать вашу идеализацию, а то он будет проявлять какие-то свои качества, которые… А потом вы устанете себя обманывать, отменять свои потребности, и потом как-нибудь выдадите ее. А вы хотите, чтобы идеализация была без обесценивания? Нет, я просто копаюсь так быстро в себе. Не говорю, что такое придумать, условно ничего такого, чтобы подтверждение для слова. Утверждение для того, что если есть идеализация без обесценивания, это ощущение, что тебя обманули при близком контакте, ты начинаешь общаться с человеком. Есть люди… Я встречала множество людей, у которых очень мощное ложное я. Я их называю святые. И чаще всего это святые женщины. И они достаточно профессионально играют роль вот этих вот святых. Они не специально это делают. У этих детей было кошмарное детство. У них был такой трэш, люди святыми не становятся. И они какое-то время могут эту роль исполнять. Но они для того, чтобы ее исполнять, надо терпеть и надо отменять свои потребности. И в какой-то момент оно становится явным. И человек уже не может терпеть и отменять свои потребности. И тогда происходит взрыв. И в этом взрыве всегда будет обвинен партнер. Потому что этот партнер доводит меня до этой агрессии. Эти святые женщины, им очень сложно взять ответственность на себя за то, что они подсознательно провоцируют своих партнеров, чтобы те проявили агрессию и таким образом легализировали агрессию, которая есть у них внутри. И на такие люди практически не поддаются психоанализу. Потому что это громадный психопатический радикал, который им для того, чтобы выжить, им надо было придумать легенду про себя святую в детстве. Потому что я ангел, который спасает маму, прощает ей все. Я должна прощать маме это, это, это и так далее. И когда ты начинаешь общаться с их истинным Я, и ты не ведешься на их святость, у них очень много агрессии, они могут растоптать. И под этой святостью всегда живет связь, которым лучше не встречаться. Почему они не поддаются психоанализу? Потому что им выживать приходилось в очень тяжелых условиях. Ну хорошо, но если дать им иной опыт? Или они просто не обращаются за помощью? Они обращаются за помощью, но ты должен, не трогая их святость, проводить психоанализ. У них можно отнести к шизоидам? Ну, в клиническом психоанализе несколько нам другая у нас градация идет. В каждом человеке есть шизоидная агрессивная часть, мазохистически-депрессивная, паранояльно-нарцистическая у всех. Потому что классический психоанализ, он говорит о том, что есть шизоиды, есть нарциссы, есть мазохисты, нет. Это есть у всех людей. Я помню, когда я была на клинической гештальтерапии, и я слушаю это все, читаю и говорю, у меня все есть. Он мне говорит, да, успокойся. Я говорю, у меня все есть. Говорит, да у тебя как у студента второго курса мединститута все болезни поспрашивают. Я говорю, да у меня точно все есть. И вот когда Эдуард Анатольевич объединил эту общую теорию в радикалов, то, что действительно у нас все есть. И это так и есть. В каждом человеке вот эти вот прекрасные святые, они мазохисты только на первый взгляд. Они упиваются своим мазохизмом. То есть они святые. Мой мазохизм самый крутой, самый лучший. Я самая добрая, я самая светлая и так далее, и так далее. Это всегда идет за рот. Я про это немного буду позже говорить. Поэтому идеализация, она может продержаться недолго. И такие люди, у них достаточно проблематичны длительные связи с людьми. Вот одна из таких святых женщин, у нее практически нет друзей. У нее только одна женщина в переписке есть с подругой. Они выдерживают близкого контакта, потому что они боятся облажаться перед ними. Им надо сохранить вот этот вот светлый образ в своей главе в первую очередь. Вы что-то хотели спросить? Да, хотели спросить, а почему возникает вот эта идеализация? Это потребность переноса родителей своих на какого-то другого человека? Или почему мы, собственно, возникает вот эта идеализация другого человека? Потому что мы не видим. Вот этот вот экран восприятия, который мы побили, чтобы не видеть что-то в детстве, он не функционирует, и его надо восстанавливать. Но он же возникает до какого-то конкретного человека. Это в целом реальность не тестируется. Девочки, которые запрещали видеть агрессию, когда отец справлял агрессию по отношению к ней, он говорил, я о тебе забочусь, ты меня довела до этого. И эта девочка, она влипала постоянно в проблемные ситуации с мужчинами, потому что она вообще не тестировала их агрессию. Они потом оказывались все очень жесткими ребятами, и она эту агрессию не тестировала. И это было как норма общения. Норма общения. Для нее это была как норма общения. Нет, она это не узнавала. И из-за того, что она это не узнавала, она воспринимала это как заботу, она воспринимала это как норму. Нет, значит, нет. Ну, типа того. И если родители требовали некой кукольности от девочек, это очень большую хорошесть, и их требования были так высоки, то очень высоки, то ребенку надо развить громадное количество структур, которые будут ему подсказывать, как себя вести. Вот предельный вариант этих женщин – это кукольные женщины. Они, у них все время голос очень особенный. То есть они говорят очень таким вот голосом. Они кукольные по внешности. Они выглядят как куколки. Я когда-то писала пост, по-моему, на сайте есть, «Женщины-куколки». Это женщина, у которой полностью оттеснена их истинная личность, и вот эта вот ложная, она очень глобальная. Будем идти дальше, да? Вот здесь вот в этих очочках обычный город, но кто-то видит розовых пони или кто тут? Гусенички с красивыми глазками, девочки, а кто-то видит вот таких вот монстров. Точка сборки. Что-что? Точка сборки поменяли. Точка сборки. И вот мы периодически смотрим эти очочки на мир. И очень часто на людей, с которыми у нас есть отношения. Мы не можем удержаться в каком-то ровном восприятии человека, ему стоит себя как-то повести не так, и у нас мгновенно меняется отношение к нему. Это надо быть очень устойчивой личностью, когда, например, ребенок плачет, то мама, не меняя отношение к нему, его успокаивает. То есть она не злится за то, что он плачет. И, например, представьте, вы можете не поменять отношения к человеку, который на вас орет? Можно. А мужчина может, им может и женщина. Вообще тяжело у них на крик мгновенно срабатывать все датчики. Но это сложно. Достаточно сложно, когда человек находится в каком-то определенном эмоциональном состоянии, сохраняясь к нему прежние отношения. И не отнести это... У меня сегодня был прекрасный сеанс психоанализа. И девушка говорит, что я боюсь, что я вызову негативные эмоции у другого человека. И мы начали с ней придумывать варианты. То есть, почему человек, вот она заходит в комнату, и человек, видя ее, буркает «Здравствуйте». И мы начали придумывать варианты. Какие варианты могут быть? Почему он так ей сказал? Я говорю, я понимаю, что у вас единственный вариант, он увиден у меня, и у него сразу испортилось настроение. Но давайте хотя бы пофантазируем. У него этот один вариант. Он увидел меня, и у него испортилось настроение. И мы начали с ней придумывать различные варианты. Например, это создать пару развлечений, которые сразу снимают эмоциональные нокауты внутри. Например, у него болит зуб. И он поэтому... Он не выспался. У него неприятности на работе. И так далее, и так далее. Я ей предложила версию. Он хотел понюхать кокаин. И вот в этот момент зашли вы. И очень впечатлил этот пример. Потому что я говорю, ну даже если бы медведь зашел, он на него точно так же взглянулся на вас. Ну на любого человека, существо, которое бы помешало, он бы реагировал так. И в этот момент до нее дошло, что у человека какие-то свои процессы. И то, как он реагирует на вас, ну тут может быть из 2045 вариантов. И когда у человека нету вот этих своих границ, нету разделения на внутреннее и не внешнее, он все соотносит с собой. Если злой, значит из-за меня. Если человек плачет из-за меня. Если у него настроение плохое, то все из-за меня. И так далее, и так далее. И так вернемся к нашим прекрасным очкам. При интегрированных частях, а вот эти вот все части у нас еще и расколотые внутри нашей психики, вот когда все это интегрируется, тогда вот эти очки вот так вот складываются. И мы видим обоими глазами, не одним, а обоими. И тогда мы понимаем, что мир, к сожалению, несовершенен. Что у людей есть достоинства и недостатки. Но мы можем целостно воспринимать. И это не создает у нас какое-то эмоциональное отношение к происходящим. Это как некая констатация фактов. Несомненно, что мы выбираем людей с какими-то определенными достоинствами и недостатками, чтобы общаться близко, допустим, с ними. Но это не значит, что мы их идеализируем или объясняем. Какие-то, может быть, вопросы? Все понятно или все непонятно? Два варианта. Понятно. Или кажется, что понятно. Да. Как всегда, что-то не нравится. Вот эти два прекрасных режима, мазохизм и нарциссизм, они у нас вырабатываются для общения с объектами. Мазохизм и нарциссизм. Они оба созданы для объекта. Они специальны для объекта. Они для того, чтобы общаться с объектами и так далее и так далее. Сейчас мы их разберем. Вот я нашла такого прекрасного человека. Он святой. У него белый воротничок. Это мне напомнил монаха, не знаю, не монаха, а инквизитора по своему внешнему виду. Опустошенный взгляд, заклеенный рот, связанные вот эти вот руки. То есть ему нельзя не говорить, не делать ничего. И в глазах его, ну тут каждый увидит, конечно, что-то свое, печаль с какой-то такой твердостью. Что есть мазохизм? В первую очередь мазохизм – это обмена своих потребностей и жертвование собой в надежде, что объект оценит это и поведет себя так, как нам надо. Вот это очень важный момент. Мазохисты, они не жертвуют собой, потому что им прикольнее это делать. Они делают это только с одной целью, что оценится их жертва. Что эту жертву оценят и им за это удовлетворят их потребности или же разрешат наконец-то удовлетворить их потребности. И, конечно, они молчат. Конечно, другой человек должен об этом догадаться каким-то образом. Вот этот вот заклеенный рот – это отсутствие права на протест. Отсутствие права говорить, что мне это не нравится. Отсутствие права просить о том, что мне хочется. И этот заклеенный рот держит толпа человек в психике этого человека. Но громадное количество внутренних объектов, которые ему запрещают это говорить. Что только там из установок может не храниться. И про то, что это эгоистично говорить о том, что мне не нравится. Я не должен расстраивать других людей. Другие люди не должны страдать из-за того, что со мной что-то происходит. И так далее, и так далее, и так далее. То есть молчать и терпеть – оно не просто так. Там громадное количество сопутствующих идей установок, которые запрещают строго настробие это делать. И если вы думаете, что это очень просто, человеку сказать – все, можешь говорить про свою потребность. И он сразу начнет говорить – так не будет. Потому что раньше от его умения молчать и терпеть зависело его жизнь. И как только человек пытается открыть рот и сказать, на него внутри накидываются, я называю это, собаки внутренние иногда. Я писала пост «Бегущий с волками», если будет кому-то интересно, найдите, почитайте. Это громадное количество вот этих вот установок, которые говорят ему, что ты сейчас погибнешь. И они запрещают ему начинать озвучивать свои потребности. Это под таким громадным запретом. И когда человек пытается сделать то, что он хочет, то громадное количество патологических структур начинает громадную войну против него, подавление. То есть они под страхом смертной казни запрещают это сделать. И человека начинает терзать внутри. Образ святой жертвы – про святых людей, про которых мы говорили ранее. То есть людям очень важно поддерживать образ этой святой жертвы. Они так заигрываются, они в детстве так научились это делать, что им потом самим уже тошно от того, что они терпят. Но они не могут самостоятельно прекратить это делать. Они не видят этой жертвенности. Эта жертвенность у них должна быть все время. И они найдут того человека, рядом с которым они смогут быть жертвенными еще больше, еще лучше, еще профессиональнее. Совершенствование умений терпеть. Этот, кажется, простой на первый взгляд предложение, эта формулировка, несет в себе большую трагедию внутри. У ребенка, у которого небольшой выбор, и удовлетворить его потребности не получится, например, то, что мы с вами говорили, то, что мама находится в депрессии, то этот ребенок себя чувствует очень несостоятельным. Потому что удовлетворения потребностей нет, и он не может получить то, что он хочет. И он тогда начинает совершенствовать умение терпеть. Это единственное, на что он может влиять. И он терпит еще больше, еще лучше. И в этот момент у него хотя бы есть хоть какая-то призрачная состоятельность и ощущение того, что он может влиять на свою жизнь. И вот это вот умение терпеть, оно делает человека настолько нечувствительным к своим потребностям, что, я вам приводила этот пример, когда девочка не могла в туалет сходить на работу. Нет, не рассказывала. Девушка говорит, а я приезжаю на работу, могу захотеть в туалет утром, и я понимаю в конце рабочего дня, что я не исходила в туалет. И мы первоначально работали над тем, чтобы она разрешала себе ходить в туалет тогда, когда она хочет. Чтобы вы понимали, насколько это может быть далеко. Или, например, позволять себе пить, когда я хочу. Она говорит, вы представляете, я еду в машине, и когда мне захочется пить, у меня есть бутылка с водой, и я пью. И она с такой гордостью это говорит. И у этой девочки, как мы предполагаем, с ней перелом произошел тогда, когда я была 3 месяца, ее отец погиб, и мать решила покончить жизнь самоубийством. И она собиралась идти топиться, это мама уже рассказывала, конечно. И эта девочка очень громко заплакала, ну как будто позвала. И это ребенок, который вот внезапно повзрослел. И мама говорит, что плачь, ну, говорит, твой плач меня остановит, она так сказала ей. Мы не знаем, это причина или не это, но все, что в ней происходит, очень похоже на то, что это правда. Создание жертвенных мотиваций, законы Вселенной, апостолата, вселенского добра, религия. Человек начинает сомневаться в какой-то момент, что жертвовать это хорошо. Но когда он начинает сомневаться, другие патологические установки начинают мгновенно его мочить. И тогда он начинает искать хоть какое-то объяснение, почему он страдает и терпит. И такие люди, они идут в религию, в йогу, например, тоже. Потому что им надо как-то объяснить свое желание жертвовать. Под это надо подвести какую-то базу, чтобы оно начало иметь смысл. И люди такие ищут единомышленников, которые точно так же, как они терпят. Когда они чувствуют вот это вот единство, что все ты делаешь правильно. Потребности воспринимаются как эгоизм. Это тоже очень важный пункт, потому что там такие громадные запреты в психике на утверждение своих потребностей, что эти потребности воспринимаются как кошмарный ужас. Это как... Ну, таких людей может быть шок, когда они заболевают, например. Им настолько нельзя заботиться о себе, что они предпочитают болеть. И у них как будто внутри развивается такой конфликт, как мне себя спасать или мне еще потерпеть. очень... очень большое напряжение внутри из-за этого. Мы с вами проходили на первой лекции, по-моему, как человек... Ладно, я про это позже скажу. Дальше пойдем. Ненависть к себе и своему телу. Вот этот вот мазохизм развивает у человека такое отторжение своих потребностей, что, конечно, под это подпадает тело. И человек начинает ненавидеть тело как источник этих потребностей. Вот эти вот телесные импульсы. И тогда тело становится тем объектом... Ну, мерзкое тело, которое хочет пить. Или мерзкое тело, которое хочет в туалет. Как же ты мне надеял? И очень, не очень, а у всех, я могу даже сказать, мазохистов, у них идет расщепление горизонтально. То есть расщепляется тело. И потребности тела воспринимаются как грязные, ужасные, отвратительные. И люди будут считать отвратительной еду. Отвратительно, когда люди едят. Отвратительно, секс это отвратительно, это что-то животное. Все физиологические потребности отвратительные. То есть это все, что связано с естественной физиологичностью. Это когда мне девушка одна сказала, секс это так животное, так ужасно. А я говорю, в туалет ходить. У вас такое к этому отношение? Ну, как я говорю, это физиологическая потребность. То есть если начинает поторгаться тело, то вся физиология становится ужасной. И люди могут наказывать тело. Они могут его не кормить, например, когда аморексия развивается. Или, например, наоборот. Они начинают, когда потребности не узнаны, и все. Детей кормят точно, чтобы они не дожили до взрослых. Ну, если не выжили. То есть ребенка точно кормили. Когда нет эмоционального контакта, то все как еда помечена. И человек захотел отношений – поел. Захотел с друзьями пообщаться – поел. Захотел секса – поел. То есть все как поел. И такие люди начинают набирать массу. И плюс еще масса, она позволяет человеку не бояться. Я большой, я страшный. У меня никто ничего не сделает. То есть тело можно наказывать по-разному. У меня была знакомая, которая в случае такой… Была йога, и некоторая йога выполняется с ремнем. Там различные растяжки. И у нее что-то не получилось, она начала себе этим ремнем хлестать и говорит, как же ты мне надоела на тело. То есть такой ненависть к телу. И тело назначается ответственным за все, что происходит. И вот эта вот психосоматика, я думаю, что вы все знаете про нее, это именно наказание тела через болезни. Депрессия как способ остановить ту активность, которая мне вредит. Мы с вами говорили про это в самом начале. Вот это кататония, когда я прекращаю всякую активность. Вот это вот лень. А этого ничего нет. Психика останавливает всю активность, потому что она вся вредит. То есть что бы я ни сделал, все плохо. Лучше я не буду делать ничего. И человек замирает. Какие там может быть вопросы? Если вот... Ну, человек специально жертвует... Ну, человек свою жертву, чтобы выжить. А если ему нужно высказать свою потребность, чтобы выжить? Если вот возникает такая ситуация, то что тогда получается? Разрыв? Почему? Человек копит энергию для того, чтобы уже не мочь терпеть. И многие люди накапливают. Ну, им можно, только когда уже не терпешь. Вот это... Часто очень... Вот в коллективе я видела, когда человек, да достали у меня все. Я больше не могу терпеть. То есть он молчал очень длительное время. Он накапливал так, чтобы разрешить себе наконец-то это все высказать. Вот довели. Меня довели. Да? Если не довели, нам нужно, может, взять потребность. Потому что... Ты ткешь из нереальности вещи. Надо как-то, ну... Потому что когда человек начинает придумать, а вот если вот это, вот это, мы можем очень долго полуждать. Ты будешь менять мне условия, я буду придумывать на этот, опять будешь менять, и мы будем с тобой гуляться так бесконечное количество времени. Поэтому лучше приводить какие-то, как одна знакомая говорит про подругу. Ну, люди когда боятся про себя, говорят, вот у меня есть одна подруга. И можно про себя что-то спросить. У меня есть вопросы. У меня есть знакомые, какие-то чувства палкой. Вот он хочет сконцентрировать. Есть такие бои или палки, он занимается бояном. Он бьет своего тела. Чай. Нет, там вот конкретно одна палка. Он бьет себя по телу, вот таким образом проводит себя в чувству. Я себя провожу в чувство, и вот я так можно концентрироваться. Ну, например, когда мысли сходят с ума. И взять сигареты и прижечь себя, ты мгновенно оказываешься в реальности. Или порезать себя. Или проколоть себя что-нибудь. Ты мгновенно в этот момент оказываешься в реальности, и выходишь из штопора психоза. Вот когда люди себя ранят. Потому что мысли сходят настолько с ума, что ты не знаешь, как их остановить. Хочется разбежаться и головой по стенку ударить. Лишь бы только эту притворить боль. Мыслями можно сделать себе такой ад внутри, что человек хочет уйти из жизни, лишь бы только установить вот этот ад, вот эти вот голоса, которые его принят. Поэтому он да, сконцентрироваться, он в реальности. Все люди, когда в реальности, у них становится мир ярче. Человек может воспринимать из реальность только определенное количество информации. то, что узнаваемо для него, и что может вместиться на эту интеллирующую площадку. Если она маленькая, то не вмещается ничего практически. Человек живет, и ему кажется, что, конечно, это из реальность. Вот вас вижу, вот вы сидите, и так далее, и так далее. Но на самом деле этот поток настолько мизерный, и громадное количество психика урезает. Все, что не может воспринять, она все отсекает. Она дробит и выбирает только то, что может воспринять, и вот это обрабатывает. И если эти мысли глобальные, вот когда глобализация идет, то эта мысль наполняет вот всю голову. Это знаете, как эти змеи голодают, и все, она лежит, переваривает. Вот когда глобализация, одна мысль попала, она полностью заполонила уши, и ты не можешь никуда двинуться. Все, она уже, вот только она есть. Он не позвонил, он не позвонил, он не позвонил. Почему он не позвонил? Позволит он или нет? Он не позвонил. Рекурсивная ловушка. И суицид как способ избавиться от боли. Для того, чтобы остановить эту боль, потому что она становится невыносимой. Нарциссивная. Хорошие девочки и мальчики, которые должны нравиться, которые должны быть, которых надо, чтобы приняли, чтобы любили. И у них есть какая-то нарциссическая. Презентацию можно у Ани попросить, она вышли. Ну, можно не фотографировать, если вы фотографируете, но ее можно вам, будут вам высказать. Люди, которые прошли идентификацию, им постоянно необходимо зеркало, с которого они отображаются. Они все время сомневаются, какой. Так я хороший или плохой? Какой? И поэтому восприятие их другими людьми, для них имеет колоссальное значение. Может, этого колоссального значения не быть с какими-то людьми, но если объект становится значимым, то помните, мы говорили, что для объектов мы меняем паттерны поведения, мы себя ведем уже совсем по-другому с объектами. У нас включаются вот эти патологические программы. И мы с вами говорили про то, что когда человек читает лекцию, и это громадное количество глаз, которое устроено, то психика разлетается на осколки, потому что надо каждому понравиться. Человек спадает в ступор, потому что его психика не может это сделать. Это заранее невыполнимое действие. В нашем прекрасном нарциссизме есть еще нарциссический гнев, как способ остановить собственное желание подчиняться. Это очень важный момент. Наша агрессия, мы уже с вами знаем из предыдущей лекции, она не просто так, она для чего-то. Она дает нам мгновенный способ выйти из комплекса неполноценности. То есть мы мгновенно себя чувствуем, ух, да, что вот, но могу ли я, могу я, я себя отстоял. А гнев, он может быть от страха для того, чтобы вот этот вот страх поворот и наконец-то высказаться. Человек вылетает как на скорости, как будто он тупил 220, он вылетает со своей потребностью. Нарциссический гнев, он может позволить себе не подчиняться объекту. Вот про то, что мы говорили, довели. Выступает сначала человек терпи, 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 потом говорит довели и начинает все крушить. У меня была знакомая семья, а муж вот постоянно выбрасывал в окно вещи. Еду из холодильника, вещи. То есть он вот все позволял себе наконец-то. Нарциссический гнев всегда связан с позицией я прав или не права. Когда человек попадает в эту ловушку, я прав или я права, стопроцентно. Вот я сейчас права вообще вот стопроцентно. И когда вот это вот я права, человек себя чувствует значимо, он себя чувствует победителем. У него мгновенно повышается самооценка. Я знаю как правильно, я прав. И когда есть уверенность, стопроцентность в собственной правоте, в споре, все, это паранойя. Здесь надо тормозить и быстренько. Я помню, как я с мужем уходила в соседнюю комнату и говорила, 15 минут сейчас меня лучше не трогать. Сейчас я войду в берега и потом поговорю. То есть надо сразу куда-то залазить в норку и приходить в адекватность. Превосходство и бесцемение как способ поднять свою самооценку. Вот эти вот прекрасные святые женщины, они своим превосходством людей рядом с собой доводят до белого колени. У людей возникает громадная агрессия по отношению к ним. Вот я знаю случай, как одну святая женщина, когда разошлась со своим мужчиной, то этот мужчина нанял бандитов для того, чтобы они с ней разобрались. То есть он жил в постоянном обесценивании. Она постоянно его обесценивала. Ты вот никто. И это не делается словами. Очень многое в этой жизни делается не с помощью слов. В частности, еще я знаю одного мужчину, у которого вспышки агрессии. И я общаясь с ним, вспышек агрессии не вижу. То есть он нормально коммуницирует. Но после того, когда ко мне пришла его женщина, чтобы разобраться, почему муж перестал ее слушаться, то общаясь с ней, я поняла, почему у него вспышки агрессии. Потому что тот эмоциональный накал давления она не замечает. Она сама, конечно, не специально эти вспышки агрессии делает. Но она себя ведет таким образом, что он так реагирует. Поэтому в семейных отношениях, консультация семейных пар, это вообще прекрасно. Потому что когда тебе рассказывает жена, это так. Когда тебе рассказывает муж, она скажет вообще другую историю. Я всегда говорю, давайте приходите вместе, ну если и муж, и жена в анализе, и мы будем восстанавливать общую картину. Потому что вот это вот доказать, что я все-таки прав, или я все-таки права, есть ли у того и другого. И люди не пытаются решить проблему, наладить отношения. Они постоянно выясняют, кто прав. И вот этот способ выстраивания отношений как конфликт становится некой нормой. То есть люди живут постоянно в конфликте. Нарциссизм дает доминирование над объектом. И вот это вот лучше, я лучше, чем кто-то. Я лучше, но я вот, ну вот я хоть вот, люди так говорят. Нет, вот представляете, вот она так сделала. Я вообще так никогда не делала. Я себе такого никогда не позволяю. То есть они назначаются эталоны, на которые все должны быть похожи. И очень искренне верят в то, что они эталоны, всех сравнивают с собой. То есть все должны быть такими, как этот человек. То есть все должны быть склонами, отражениями и так далее. Вот это вот доминирование над объектом и желание быть лучше даже в умении терпеть и жертвовать собой. Вот то, что мы с вами говорили, что когда ребенок уже не может ничего, начинает развивать в себе вот это вот умение терпеть. И я буду, я не опущусь до этого уровня, например, я тебе говорю. Или я, я все прощу, мне ничего не надо, я выше этого. И люди таким образом не замечают свое превосходство над объектом. Звучит красиво, но что под этим лежит, еще надо очень сильно разбираться. И то, что люди говорят, слова, и то, что они имеют в виду этими словами, иногда поражают своим несоответствием. Задавайте вопросы, у вас опять начинает. А вот по поводу права ты, все-таки, ну если ты действительно трав, ты уверен, вот в профессиональном плане. Допустим, я уверена, что некоторые процессы делаются именно так, но это основано на каком-то моменте. И приходит человек, который мне доказывает, что нет. Ну, это какой-то протокол. Есть какие-то установленные правила, и ты уже как-то даже плута сомневаться, потому что ты знаешь, что так делалось, и так делают все. Это очень тонко играет. С одной стороны, если мы будем не уверены в том, что мы делаем, то нас будет нашу точку зрения очень легко отменить. И мы будем постоянно ориентироваться, кто нам скажет, как правильно. Но с другой стороны, если есть категорическое отстаивание своих прав, категорическое уверенность в собственной правоте, то оно создаёт очень много напряжения. Ты тогда перестаёшь видеть. И мыслящие люди, они всегда немножко сомневаются. И вот я точно сомневаюсь во всём, что я говорю. Потому что эта реальность, она открывается всё большими-большими какими-то своими пластами. И тот пласт, который открывается под этим пластом, поражает. Настя, вы всех отвлекаете, все смотрят на вас. И вот эти вот пласты, ты снимаешь что-то, а тут открывается ещё один уровень. Ты снимаешь, открывается ещё один уровень. И поэтому чуть-чуть сомнений они всегда появятся. Ещё вопросы? А чё правильно я понимаю, что может быть в людине и нарциссизм, и мазохизм? Да. Всегда вместе. Всегда вместе. Всегда. Они не ходят в отдельности, они всегда заходят за руку. У кого-то больше ведущий мазохизм, у кого-то нарциссизм. Всё зависит от доминирующей идеи, которой человек руководствуется, живя своей жизнью. Что он хочет? Мир спасти. Или быть лучшим. А что мы, наверное, уже не понимаем под нарциссизмом? Что мы понимаем? Ну, то есть, как структура личности или как какая-то... Это может быть и структура личности, и нарциссическая. Просто у нарциссов есть мазохизм? Конечно. У нарциссического расстройство личности? Обязательно. Давайте какой-нибудь пример возьмем из известных людей, которые могут быть и вам, и мне известны. Мой бывший. Ну, где-то он был точно мазохистичен в чём-то. Возможно, он помогал детям в детском доме, например, и чувствовал себя прекрасно. Ну, всё дело в детном весе нарциссизма. Возможно, у него был такой громадный, он был гиперопекаемым ребёнком. Он спасал кого-то всё равно. Себя. Себя спасал. Под скуки. Где-то он хоронил свою хорошую часть. Где-то он должен быть чувствовать, что он не совсем кукла. В чём-то он реализовывался. Нет, просто само вот это вот вы говорите, что мазохизм идёт за одну руку с нарциссизмом. Для меня это как бы вот в этом расстройстве я раньше не думала, что встречается яркий мазохизм. То есть мазохизм как структура – это иная от нарциссизма. А вот что они воедино, для меня это как-то бессонанс какой-то. Может быть, это просто… Это по концепту кого? По концепту нашего клинического психоанализа. Вот. Я же просто думала, что у вас там соединены много разных теорий. Я не встречала нарциссов без мазохизма. Ни одного. Ни одного. Ну, пример какой-то скажите, можно. Давай. Гитлера. Гитлера. Гитлера все знают. Вряд ли нарцисс. Гитлер не нарцисс? Нарцисс. Нарцисс, мазохист. Ну, точно так же Ленин, например. Давайте Ленина, лучше я с ним… Свои там терки с октября еще остались. У Ленина была громадная идея спасти весь мир. Да? И если надо пару сотен тысяч расстрелять, то, в принципе, это нормально. И у него были… посмотрите, насколько были громадные его идеи. Пролетари всех стран соединяются. Вообще ни разу не нарциссическая установка. В основном сначала. Или, например, то, что он захотел быть вождем революции пролетията. А теперь мазохизм. Ну, мазохизм, потому что он мир спасал. Он был… ему ж ничего не надо было, он мир спасал. Ну, тот же Сталин. Он был и нарциссом, и мазохизмом. Но там он паранояльнее большая часть. Если уже идти в теорию радикалов, то это надо рассказывать отдельной лекцией. Про вот эти вот все радикалы. Это можно… в нашу школу прийти. Да, я поняла. Или мы можем остаться после лекции, я с вами подискутирую. А какую вы стратегию в терапии поединяете, когда вы видите… ну, куча, я так скажу. Если так кратко… А всех секретов терапии? Нет, нет. Ну, то есть это максимально соединение с реальностью, на это ориентир? Гибкость между этих двух полярностей… Я пытаюсь сейчас в одном предложении сформулировать. В личности все зависит от типа мышления. Когда у человека есть дискретное логическое мышление, он может отслеживать причинно-следственные связи, то он может понимать последствия своих поступков. Он понимает, что у него это вот из-за этого. И наша задача, самое главное, это запустить его мышление, чтобы он начал уже сам, без психоаналитика, тестировать реальность. Для того, чтобы человек начал тестировать реальность и запустить это мышление, необходимо демонтировать все патологические установки из его психики. Пока есть эти «радиоактивные» элементы, которые фонят, они будут полностью эту реальность искажать. И по тому, как человек воспринимает реальность, это видно, слышно не только по его речи, но и по внешнему видно, как он сидит, как он говорит. Тот, кто был на экзорцизме, не дадут мне соврать, там одна девушка сказала мне, вот определите, что у меня. И я ей сказала достаточно долго. И все у нее повернулись, спросили, она угадала. И она сказала полностью. Поэтому по многим вещам можно сказать, какие есть у человека проблемы с внутренней психики. Под каждого человека свой стиль психоанализа выбирается. Нету никаких правил, никаких догм, никаких стереотипов и клише, с помощью которого мы проводим психоанализ. Абсолютно под каждого человека, вот сколько у меня есть клиентов, с каждым это какой-то свой психоанализ, не похожий ни на какой другой. Но, несомненно, акцент на демонтаж вот этих вот патологических структур. Когда идет анализ вот этих вот структур эго, и человек начинает видеть сам, и когда симптом становится эго-дистонным, эго-симптомным, эго-дистонным, то есть начинает ему мешать, то тогда уже полдела сделано. То есть уже из слепого пятна мы это вывели, мы ввели это в осознанность, и тогда уже человек в состоянии с помощью наблюдающего воя сначала преуменьшить влияние этого симптома, в конечном счете вообще его свести на нет, заменив адекватным способом, вместо симптома появляется адекватный способ удовлетворить свои потребности. Если коротко, то так. Так, страх несоответствия идеалу, требование, чтобы люди тоже соответствовали идеалу. Вот это вот идеальное я, это то я, которое поощрялось родителями. И ребенок точно знает, каким он должен быть, чтобы быть любимым. И за этим зорко следят внутри психики громадное количество структур, которые его подпихивают к этому идеалу. И проблема заключается в том, что эти структуры потом начинают подпихивать к идеалу всех остальных людей. И точно такие же требования, как к себе, человек начинает предъявлять другим. Перфекционизм сюда? Да. Обреченный. Вот этот вот прекрасный рисунок. Человек, который лежит в лодке, и громадное количество сущностей, которые толпятся в его голове. И это лицо, я думаю, предположу, что лицо это этого человека, который лежит в лодке. И оно затерялось там среди коз, медведей, буков, черепов. Почему эти структуры личности патологически образовываются? Потому что ребенку надо обязательно объяснить, почему с ним это происходит. Почему мама не может с ним проводить время, например. И ребенку очень важно не придумать себе объяснение, почему это есть. Потому что если не будет объяснения, мы с вами говорили, что вот это вот проваливание в эти эмоции, вот представление мое о том, почему это происходит, оно позволяет мне не проваливаться вот в этот вот комплекс неполноценности, где меня уже вообще нет. А ребенок, все, что с ним происходит, он соотносит с собой. Это про то, что я ему говорила, что когда я захожу в комнату, у человека портится настроение, это, конечно, из-за меня. И 2045 других вариантов человек даже не рассматривает, они даже не приходят к ним в голову. Парнояльные установки помогают психике выйти вот из этой маниакальности и удерживаться в попадании в психоз. Сейчас я все переведу. Идея, вот, например, идея о том, почему это происходит, может человеку на время утолить боль. Он мне не звонит, он мне не звонит, он меня бросит. Когда человек вот эту хотя бы идею на меня бросил, придумывает, ему уже легче становится. Потому что он не может выдержать вот эту вот фрустрированность. Ребенку важно сохранить образ родителей как хороших. Мы про это с вами много говорили сегодня. Ребенок создает те паттерны субличности, которые помогают ему построиться под родителей. Все вот эти субличности, которые есть в психике, они все выполняли какие-то важные роли. И демонтировать их сразу не надо торопиться, потому что не надо ломать стены, они могут казаться несущими. И вместо того, что демонтируется из психики, на место должно быть покладено что-то другое. Невозможно что-то взять и достать. Оно там не просто так есть. И помимо того, что есть эти субличности, которые нам нужны для того, чтобы мы подходить к родителям, у нас еще есть те, которые контролируют соответствие этим ролям. То есть такая многоходовочка, сложная, наверное, как понимать. Я сейчас кратко вам расскажу про банду. Это одна из основных структур, с которыми мы работаем на психоанализе, как мы проводим психоанализ. У меня вопрос есть. Да. А это чей концепт банда? Штейн. 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 Или Штейн. 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 Теперь я предлагаю вам познакомиться с субличностями поближе, потому что про них много говорено. Возможно, кто-то узнает какие-то свои. Я взяла, так как мне нравятся мужчины, я проиллюстрировала мужчинами, которые мне нравятся в определенных ролях. Вот это вот первая из фильма «Стыд» иллюстрация. Структура «Предатель». Структура, которая понимает, что мне пришлось предать что-то очень ценное. Я чувствую, что я предал самого себя. Это та структура, которая говорит о том, что ты живешь не свою жизнь. Которая постоянно где-то там на периферии говорит, что это жизнь не твоя. Адвокат – это структура, которая обязательно объяснит, вот логически докажет. Когда с людьми общаешься, ты говоришь, зачем вы так себя ведете? Она начинает вполне логически объяснять, что так надо себя вести, другого варианта нет. Только такой способ вообще жизни возможен. И она постоянно оправдывает объекта. Она постоянно, эта структура подчиняет нас другому человеку. Она нас заставляет логически вот обосновывать все, что происходит. Эта структура одна из первых, которая появляется обычно на анализе. «Жертва законно пострадавшая» из фильма «Машинист». Очень крутой фильм, очень тяжелый, но очень крутой. «Жертва законно пострадавшая» – это я знаю, за что я несу свою кару. Я знаю, что я недостаточно хорош, я отвратительный, и я заслуживаю этих мук, я заслуживаю этого наказания. Громадное количество людей себе считает плохими. Я не знаю, переживали ли вы это состояние. Но я с этой вот жертвой законно пострадавшей прекрасно знакома. Это постоянное бесцеливание себя. Это постоянное бесцеливание себя. И люди это делают настолько незаметно для себя. Они настолько находят оправдание для других и обвиняют в произошедшем себя. Вот это прекрасное чувство вины, например. Которое говорит, да, ты ужасен, ты отвратительен, так тебе и надо, и так далее, и так далее. Второй персонаж «Повеселее» из фильма «Зеленая миля». Жертва незаконно пострадавшая. Я страдаюсь, я мучаю, мне себя безумно жалко. Как я оказалась в этой ситуации, я не понимаю, я не вижу выхода. Это уже незаконно пострадавшая. Она понимает, что ей приходится страдать, когда кто-то живёт в себе удовольствие. Вот святые женщины из этой категории. Они прекрасно вот так вот получат. Эти ребята такие жесткие. Это Понти Пилат в верхней иллюстрации. Это морализаторские программы. Вот эти вот ребята не дают выскочить вообще никуда. Вот они стоят на страже личности. А Фрейд это называл, по-моему, «карающий суперэго». Это установки, которые меняют в обязанности себя как вести. И про всё, что я рассказываю вам, мало того, что это есть внутри человека, он это ещё проецирует в других. Но если мы с вами вернёмся назад, то вот это всё мы можем спроецировать в других. Вот этого предателя, и этого адвоката, и эти жертвы, эти незаконно пострадавшие жертвы могут всплывать как отношение к нищим, например, к детям-сиротам, к каким-то ещё слоям населения. Когда человек постоянно кого-то спасает, постоянно спасает, спасает, спасает. Вот эти вот ребята, тюремщик-судья и тюремщик-палач, это то, с кем мы боремся. Когда, например, приходит смс-ка «запиши телефон», «запиши этот номер телефона», то наш тюремщик-судья прочитает это «запиши номер телефона». То есть они переворачивают эту реальность и окрашивают её в абсолютно другие тона. И человек сразу начинает с ними бороться с помощью вот этих двух прекрасных ребят. Воистину, я собрала всех фольк-плименных актёров. Это фильм «Гладиатор», а это «Бандера» с «Отчаянием». Смотрели? Да. Вот этот протестующий – это тот, кто пойдёт в бой, которому будет казаться, что на меня напали. И он начнёт махать мячом и отстаивать правоту. Это вот довели. А «Защитник» – это тот, кто найдёт оправдание проявленной агрессии. Если первый наш протестующий будет эту агрессию воплощать в жизнь, он, наконец-то, набросится на этого мучителя и начнёт его терзать зубами, то «Защитник» полностью оправдает этот голос, который говорит – «Всё, ты достаточно терпел, пора мочить». И вот эти вот структуры, которые перечислили, это вообще не все. То есть может их быть… Я вас ещё не сильно испугалась. Чи можно говорить про те, что есть определенная культика структур, схильность до другого типа структур? То есть, если мы имеем типу 1, 2, 3, и если они есть, то это означает, что психика схильная, мати наявности и другие структуры тоже схожи к типу. Но все психики имеют такие структури. Ну, а не все компенсирующие друг друга. То есть они одинаково проявляются? Они не бывают… Вот эти вот все ребята идут вместе, все эти 8 ребят. Они как бы компенсируют друг друга. Если у меня есть жертва, и я собой жертвую, то у меня обязательно будет протестант и защитник, которые при доведении меня до края набросятся и начнут терпать. Если у меня есть жертва, то у меня есть структура «Судья и палач», «Которые меня заставляют терпеть». Если есть те, кто меня заставляет терпеть вот эту вот жертву, то у меня есть защитник, который меня защитит в конце концов. И самый жуткий гнев – это гнев мазохиста. Если человек все делает, что вам надо, и ничего не говорит, он взорвется обязательно. Если есть они, то есть и первоначальные структуры. Вот этот вот адвокат и предатель. Потому что адвокат, он приказал подчиниться. И это все вращается, это все есть вместе. Я ответила на ваш вопрос или еще? Опять нет? Нет. Хорошо, хорошо. Я подумаю. Ага. Так, еще, по-моему, один кадр. Я говорю. Да, может быть, еще какие-то у вас вопросы есть по банде? Это очень интересная тема. Защитник и адвокат. В чем, в принципе, эта разница? Защитник, он разрешает мне наброситься на объект. А адвокат меня принуждает подчиняться этому объекту, приводя мне логические доводы, почему я должна сейчас отказаться от своих потребностей. Это две противоположные абсолютно структуры. Угу. А есть связь треугольника Карпмана с этой бандой? Или это, ну, разная? Я анализировала. Выходит, что у всех людей есть эти структуры, правильно? Ну, в психике в каждой дни есть такие структуры. Эти структуры, они были нужны для коммуникации ребенка с родителями. И чем более авторитарными были родителями, чем больше ребенку приходилось отменять свои потребности, тем больше удельный вес этих структур в психике будет. Получается... Некоторые люди — сплошные протестанты и защитники. Они постоянно со всеми воюют. И они себе в эту жертву вообще не дают попасть. Они воюют за правду, за сад, за пруд, за Отечество. Такие вояки. И они не дают себе даже упасть в какую-то другую. Они постоянно такие. Получается, что это те структуры, которые нужно прибираться в психики, для того, чтобы бачить реальность в психике? Ну, все не так просто. Как я провожу анализ, очень сложно. Точно так же ответить на вопрос, что надо убрать из психики, чтобы она заработала. Бывает такое переплетение и нет одинакового рисунка. Все психики очень разные. Но увидеть эти структуры — это важно. Узнавать, когда они включаются. Есть, например, люди — только судья и только палач. Они абсолютно садистичны. Они авторитарны. Они находят себе жертву, которую они грызут и мучают. Или же добиваются какой-то власти и ездят по подчиненным на танке. Вот у них будет громадный уделенный вес вот этих частей. Чи есть какие-то вопросы, которые можно задавать себе, когда крыша едет? И начинаешь понимать, что ты готов? Выбежите. Мне доктор, пожалуйста, рецепт. Каких-нибудь таблеточек выпить? Надо знать, куда едет, каким стилем едет, от чего едет, какая крыша. А на последней картинке прекрасная девочка, которую опутали скелеты и не дают ей жить. Которые лишили ее свободы, бездвижили, не дают ей возможности удовлетворять свои потребности. Вот в таком плену структур, которые когда-то спасли нам жизнь, мы чаще всего находимся. И для того, чтобы реализовать свои взрослые потребности, необходимо эти инфантильные установки пересмотреть, демонтировать и начать жить свою жизнь. Такая красивая короткая фраза, за которой стоит громадное количество работы. Можно спросить? Да. Если с помощью психоанализа лишаешься каких-то установок с детством, которые для детей наставлены, разбираешься до глубины, устраняешь, и потом они уже не возвращаются? Или они все-таки еще как воспоминания, какие остаются и какие-то моменты всплывают? Они всплывают, но их удельный вес меньше и нахождение минимальное в них. Какие-то свои структуры у меня ушли полностью, а какие-то еще сейчас, какие-то стрессовые ситуации, и я ловлю эти хвосты. Но уже ты точно понимаешь, что с тобой происходит, что это не боже подонок, как он мог, а что-то другое. Некоторые уходят полностью, но те, которые глубоко въедут в психику, я думаю, что в стрессовых ситуациях они могут опять активизироваться, если они возникнут. Но некоторые ушли полностью. Например, чувство вины – это то, с чем мне было безумно сложно справиться, я постоянно испытывала такое чувство вины, больше ничего. Но если какой-то там суперстресс, они все равно возникнут опять? Ну, чувства вины у меня нет. И у них все равно есть той же силе, которая… Ну, чувства вины у меня вообще нет. Некоторые и есть более глубокие, но тут, понимаете, ваши вопросы, вы для чего спрашиваете? Можно ли психоанализм все убрать? Ну вот, да. Люди ходят за нами, чего они добиваются, в конце концов? Они становятся… Они начинают с собой собладать. То есть то, что раньше… В конце жизни уже живет с собой как бы… Ну, собладая структуру. В гармонии, да. Просто то, что раньше вами управляло как импульсы, теперь вы это можете отслеживать, и уже не давать этому автопилоту. То есть полностью человек не меняется, не становится новым. Он просто узнает себя и научается… Ну, это смотря за до какой стадии дойти. Можно дойти до стадии, когда человек будет вообще другой личности. Все зависит от психоаналитика. Психоаналитик может довести только до того, чего он достиг сам, он дальше не может довести. И можно… Что вы имеете в виду полностью человек? Трансформацию, то есть? Не, я трансформацию имею в виду, да. Просто… Трансформировал вопрос. Хорошо. А там молодой человек хотела спросить. А что вы имеете на увазе под стрессовую ситуацию? Я просто трошка користовую іншим для себе понятия и не зрозумею цей момент. Шаблоны значения я розумею в стрессовой ситуации, что вы имеете на увазе под стрессовую ситуацию? В стрессовых ситуациях, ну, например, когда смерть или болезнь близких людей, то, например, может активизироваться что-то из этих спячек, из этих структур. Ты уже быстрее восстановишься и не будет такое влияние. Или же, например, какие-то неприятности большие. Ну, там как-то это ситуация с не до конца понятным или неусловным алгоритмом действием для удовлетворения своей потребности, так? Да. То есть чем чаще создается такая ситуация, в которой ты знаешь, как действовать, тем меньше будет… Да, чем больше навыков научения, тем меньше возможности упасть в комплекс неполноственности. Ну и по поводу вопросов, кто тут задавал, это, скорее всего, была адекватность, то есть перестройка личности в стопроцентное узнавание реальности. То есть, в принципе, это не реально стопроцентно тестировать реальности. пространство, которое ты не понимаешь. И я вас хочу… Я понял. Пожалуйста. Какие еще у вас вопросы? Почему благотворительность помощи детям относится к мазохизмам? Кстати, у меня тоже был вопрос. Мазохизм же женщинам присущ, сама… Да, обязательно. Она не согласится поначал вставать к этому орущевому младенцу, стопроцентно. Да, это, в принципе, как черта женская. Ну, несомненно. Но мы говорим про удельный вес, если он громадный. Я объехала все детские дома в Украине, поэтому я могу вам рассказать про удовлетворительность и мазохизм очень много. Несомненно, помогать другим… Ну, да. Когда человек реализует себя социально, то это именно какие-то высокие цели на благо уже социума. Потому что человеку достаточно 30% для того, чтобы обслужить свои потребности, и потом он уже может идти в социум, делать какие-то социально полезные проекты. Но когда человек отменяет все свои потребности, и берет рюкзак, и без личной жизни, и без денег, это делает немножко другое. Поэтому мы говорим о каких-то здоровых и патологических формах. У детей любая благотворительность – это способ повышения своей значимости в глазах объекта, просто объекта москопроцессу? Здесь в доказательстве себе, что я не такой уж плохой, как я про себя думаю, что я делаю что-то очень значимое и полезное, и это дает мне возможность не ощущать себя ничтожным. Здесь в этом есть и марциссизм, и мазохизм. То есть я собой жертвую, но для того, чтобы чувствовать себя лучше, для того, чтобы быть хорошим, святым, правильным, например. А если это проекция, как крика помощи? Там много всего. Всегда в поступках людей нету вот этот симптомчик. Это всегда будет громадное количество всего. Симптом… Вот я сегодня объясняла таким образом. Вот шатер цирковой, когда стоит, вокруг натянута много-много тросов, которые его держат. И когда какая-то структура есть в психике, то один трос отцепить недостаточно. Тебе необходимо убрать все тросы. И эти тросы, ну это будет куча всего. Это будет и мерклинированность, и мазохизм, и какие-то там структуры из банды, и так далее, и так далее. То есть для того, чтобы подкопать симптомчик, ну, его надо постараться обновить все. А потом оказывается, что там еще один шатер. Да, бывает честно. Как вам? А вот структуры вот эти из банды, они же, ну, достаточно сильные. То есть они вот как драйвера, как что-то управляющее, да, психика. А когда их демонтируешь, что на их месте проявляется? То есть, ну, вот они все, да, они созданы для того, чтобы там какой-то свой страх как бы обезборить. Ну, а если не страх драйвер, то что тогда становится вот этой опорой? Потребность. Потребность и адекватный способ ее удовлетворения. Ну, потребности. Потребности бывают покушать, это тоже можно сказать, я умру, если я не покушаю. Да, это правда. То есть многие потребности, они тоже связаны со страхом? Ну, все потребности связаны со страхом. Если мы ее не будем удовлетворять, будет сначала боль, а потом может и страх, и распад, и психоз, и все что угодно начаться. То есть страх остается как бы в основе, как, ну, движущая, толкающая сила, но… Я когда-то вычисляла, задавала вопрос своим клиентам, что является основным мотивом, почему они что-то делают, у всех очень разное. А может, например, несколько? Страх, может быть, может быть, желание быть хорошим для всех, может быть движущим мотивом, я должен всех победить, движущим мотивом, я должен максимально заботиться о других. Это доминантно называется, доминантная идея, которую человек любит. Может быть, мне интересно или не интересно. Вот люди все тестируют, там, мне страшно или не страшно, я полезный, я не полезный, я хороший, я плохой, я лучший, я худший, мне интересно, мне не интересно, например, можно сказать. Ну, интересно или не интересно, это такое, ну, как бы, направленное, может быть, на развитие, на получение каких-то эмоций, на познание… Да, это уже как-то полегче, чем страх. Да, а вот это вот плохое, хорошее, это же все равно, ну, оценка, ну, как, в соотношении с социумом, и все равно это страх быть каким-то вот для других или для себя. Мы говорили о том, что в основе всех страхов, всех симптомов лежит страх «не быть». Это комплекс неполноценности, который у нас сформируется, Адварь прекрасно это описывает, так, комплекс неполноценности – это источник всех бед человеческой психики, все проблемы оттуда, все наши симптомы родом именно оттуда. Если мы будем идти до конца, то мы везде найдем этот страх «не быть» и весь этот комплекс несостоятельности. Но это заявление громогласное не лечит психику. Психику все равно, пока ручками не переберешь, каждый симптомчик, ты не сможешь человеку помочь, это надо все прочувствовать, вместе с ним пройти, и у человека сходно раз по пониманию. Если бы так лечилось, вы пришли, я говорю, у вас это, это, это. Он говорит, спасибо, все, и зажили счастливо. Пока у вас не будет именно понимания, не знания об этом, а понимания, это все не прекратится. То есть, я так понимаю, как вы говорите, удельный вес смещается с вот этих, ну, с банды, ну, на что-то другое он тогда смещается, что-то другое становится большим в человеке, чем эта банда? А, несомненно, удельный вес – адекватной части психики становится больше. А адекватная – над чем? Длиже цели, какие мотивы? Адекватная, какие мотивы? Вот это вот первая самая картинка, это вот адекватная психика. Это когда у нас есть self с импульсами своими, потом у нас есть внутреннее эго, которое можно эти импульсы прочитать, и потом есть внешнее эго, у которого есть инструменты для удовлетворения этих потребностей. И первоначально мы реализуем там свои, это додиадные отношения, сейчас я немножко буду, но сейчас я расшифрую. Потом диадная в паре со вторым человеком, потом триадная в социуме. И человек должен прийти к тому, что он будет полезным в социуме, но при этом будет реализовывать себя. Если так кратенько жизнь рассказать. Спасибо. Есть ли еще какие-то вопросы? Обязательно ли страх не быть или может это противоположное желание быть? Да, это импульс, ведущий вперед. Это два вектора. Быть проявленным, быть реализованным, быть. Это то, что ведет вперед. Да, начальная точка и конечная, но в конечной точке мы тоже не будем. И когда я задумывалась, как-то медитировала над причиной, почему человеку так тяжело выйти из психоза, почему ему так тяжело тестировать эту реальность, потому что ему придется осознать, что его через какое-то время не будет. И его жизнь может потерять смысл от осознания этой конечности. Поэтому… Откуда зарождается этот страх не быть? Потому что мы не были когда-то. Точно. Нас когда-то не было. Потом мы появились. Было время, когда нас не было, потом мы появились. Это фактически эротиментарные воспоминания о себе клеткой. Ну, я тут читаю Докинза сейчас про гены. Очень интересно он пишет. Вплоть до того, что в генах хранится информация нашей предка. Поэтому, если мы расшарим наше сознание, то мы не знаем, куда можно отойти. Но у меня… Я, с одной стороны, скептически отношусь к опыту, который мне был получен в медитациях. Но, с другой стороны, я вижу сейчас… Я понимаю, что это было. И я сейчас буду как-то мракобесием заниматься. Буду про мистическое мышление говорить. У меня был один раз как видение, когда много-много женщин из моего рода я увидела. Я увидела, как будто… У меня было такое ощущение, как будто я соприкоснулась к тому, что они пережили. Это было как будто мгновенной вспышкой. Но то, что в наших генах хранится память того, что с ними было – это факт. Единственное, что мы не понимаем, как это все расшифровать. Поэтому мы точно помним про рудиментарные пережитые удаляутробные штуки. И я сама в этом многократно убеждалась. У меня когда… Я думаю, что вы, может быть, тоже с этим сталкивались, когда надо переезжать куда-то. У кого нет тревоги, паники перед тем, как надо ехать? Нет? Есть у всех паника. Тревога, например, опоздать на самолет. Вот, например… Ну, тревога опоздать на самолет, а вот из дома выезжать. Я когда начала разбираться, откуда у меня эта тревога, я поняла, что это роды. У меня начинает черно биться сердцебиение. Я куда-то боюсь не успеть. Я бегу. У меня куча паники. Вот это очень похоже на предродовое состояние. Вот мне надо… Фу, в самолет и… Фу, все. Ну, или на поезд. Фу, все. Вот ты родился. Ты уже добежал. И вот это вот исторгание из этого лона, из этой квартиры, где ты живешь. Очень многие люди, они же уходят в утробу в квартиру, социопатия. Они же остаются в утробу, в которой они вот, ну, как-то живут. Ну, где их мухи не кусают, реально, и внешний мир для них не опасен. Очень много интересных вещей. Вот если начать исследовать наши привычки, то, как мы реагируем, очень много интересных корней можно найти. Я вот иногда в медитациях, ну, не в медитациях, в релаксациях, в саморефлексии прохожу какие-то свои страхи. Очень интересные нужно найти причины. Ну что, у нас закончилось время. Если какие-то есть вопросы, мы тогда просто в лекции поговорим. Мы закончим. Все. Спасибо вам.